Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Люблю замужнюю коллегу, рассказал я о своих чувствах к ней, сказал, что понимаю и не имею права чего-то ждать, или на что-то рассчитывать, просто чтобы не появился и не избегал о меня, и, как правило, игнор. Максимум, доброе утро. Как быть? Смотрите, аноним. Есть два момента, на которые хотелось бы обратить ваше внимание. Во-первых, во-первых, просили, чтобы не боялась и не избегала. Вы сами в какой-то степени здесь, на мой взгляд, задали тон, так скажем. Это именно что тон, понимаете, да? То есть тон, избегать и бояться, вы уже донесли, как бы, человеку, да? Уже донесли человеку, что... Ну, что, ну, что можно бояться. Что можно бояться и что можно избегать. То есть вы уже такую мысль человеку, ну, как бы, озвучили, к сожалению. И, соответственно, это могло послужить как раз-таки основанием для того, чтобы она, собственно говоря, начала, как бы, вас избегать. То есть вы сами, по факту, вы сами ей, как бы, дали инструкцию по поводу того, как на эту ситуацию, ну, реагировать, скажем так. Потому что, если бы, если бы вы ей сказали иначе, то, ну, вполне возможно, да, что ничего бы и не было. Вот, а так, она уже заранее заведомо, скажем так, поняла, что, как бы, ну, раз вы, раз вы сами... Сказали про избегание, раз вы сами сказали про то, что вот допускаете идею о том, что можно избегать и бояться, то, что вы сами, как бы, за неё этот момент, получается, донесли. Вот. И в этом смысле, конечно, вы оказали себе идею медвежью услугу. Это первое. Второе. Как бы, не совсем понятно, в данном случае, с какой, так скажем, целью вы рассказали ей о своих чувствах. Понимаете? То есть, на мой взгляд, вы сделали акцент здесь на том, что... Вы следите своих чувств, вот, и, на мой взгляд, вы сделали акцент на том, что обесценили, вот, в каком-то смысле, да, обесценили свое же собственное признание, вот. То есть, поставили себя ниже, чем... ну, ниже, чем... она. Вот. И, на мой взгляд, все это поспособствовало тому, что она стала вас игнорировать. Конечно, это не единственная причина, и, как бы, ну, естественно, что игнорировать вас, она могла, ну, она могла начать игнорировать вас. И, просто, вот, потому что, ну, не знает, как себя вести, и так далее, и так далее. Вот, то есть, ну, нет, нет какого-то, нет какого-то, может быть, понимания того, как, как с вами себя вести дальше. Такой момент, в принципе, тоже, тоже нельзя, как мне кажется, исключать. Вы спрашиваете, как быть, вот, это тоже довольно интересный, как мне кажется, аспект, потому что, потому что... как быть, чтобы что... то есть, ну, понятно, наверное, что... человеку нужно какое-то время... для того, чтобы... ну, привыкнуть, да? Привыкнуть. Привыкнуть к тому, что... у вас... есть... чувства, и... соответственно... эм... как-то вот... к этому адаптироваться... эм... увидеть... увидеть, что... допустим... эм... ничего... страшного нет... вот, что вы её не преследуете, и так далее. вот... сейчас это очень напоминает, конечно, эм... такую, знаете... эм... эм... ну, защитную реакцию. Вот. эм... 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 со стороны... эм... 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 со стороны человека... эм... 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 напоминает сейчас защиту. Она пытается защититься. эм... 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 ну, хорошо это или плохо, да, мы сейчас... об этом... понятное... понятное дело не говорим. вот. Мы говорим просто о том, что... эм... эм... она пытается защититься. даже если... даже если... эм... эм... ну, защищаться, в принципе... эм... эм... в принципе, не от чего. То есть, эм... все равно... как бы... как бы... для... эм... эм... это может быть определенная, конечно... у... угроза. вот. Это нужно понимать. эм... мне лично... мне лично... эм... эм... скажем так... эм... показалось... эм... эм... что... эм... не смотря... эм... эм... на ваше... эм... высказывание... эм... 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 о том, что... эм... эм... вы ничего не ждете... от нее... эм... эм... мне лично показалось, что... эм... эм... все-таки... эм... какие-то ожидания у вас есть... эм... 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 к ней... ну, к ней... эм... то есть мне показалось, что... эм... вы хотите какого-то поведения от нее... эм... эм... и... на мой взгляд, это... эм... эм... тоже, конечно... эм... эм... накладывает очень серьезные отпечатки... эм... ээ... ээ... контакт... эм... 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 с человеком. Да? Вот. На взаим... на взаимодействие... с человеком. И так далее. Поэтому, ээ... ээ... возможно... возможно... ээ... ээ... для вас было бы... ээ... как-то... ээ... честнее... ээ... 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 ну... ну, может быть, честнее... ээ... ээ... признаться самому себе в том... эээ... эээ... что... какие-то ожидания у вас все-таки есть. вот. Признаться себе в том, что... эээ... какие-то, ну... Ожидание от нее все-таки у вас есть. Это было бы, на мой взгляд, честнее в этом смысле. Но опять же повторюсь, это исключительно только, на мой взгляд, скромный. Вот, и, соответственно, чем быстрее вы признаете для себя, что чего-то от нее ждете, тем вам будет легче эту ситуацию прожить. Вот. Вы спрашиваете о том, как вам быть, ну вот, как вам быть в этой ситуации, я полагаю, да? Я думаю, что лучше всего будет никак не быть, да? То есть я думаю, что лучше всего будет просто ничего не предпринимать на данный момент. Ну вот, показать ей, что вы уважительно относитесь к ней, уважительно относитесь к тому, что сказали, да? А сказали бы, что там, грубо говоря, ничего от нее там не ждете, да, и так далее. То есть вот, ну, такой момент здесь. Вот. И я думаю, что если у нее по отношению к вам есть, так скажем, какие-то позитивные чувства, вот, то она со временем их будет проявлять, вот. А если никаких, если никаких позитивных чувств у нее нет к вам, то, соответственно, она и не начнет ничего проявлять. Но тогда согласитесь и с тем, что нет смысла чего-либо ждать от нее. То есть нет смысла как-то быть. И здесь опять же мы прямо упираемся в ваши ожидания. Вот. То есть есть или нет у вас на самом деле каких-то ожиданий. То есть в целом проблематика, на мой взгляд, заключается в том, что да, вы большой молодец. Но есть ощущение, что сделали вы это, скажем так, достаточно нервно и вы это сделали, ну, ощутимо, ну, скажем так, нерешительно. Вот. И в результате девушка просто переняла от вас отношение к этой ситуации. Вот. Потому что если мы к какой-то ситуации относимся, скажем так, легко, вот, то и другой человек будет относиться к этой ситуации легко же. Вот. Вот. А если мы относимся к какой-то ситуации, скажем так, несколько, ну, может быть, с предубеждением, да, сами переживаем, вот, то, конечно, и другой человек будет воспринимать это так же. Если у него недостаточно, как бы, ресурсов для того, чтобы самому как-то вот на себя опираться в этом контексте. Вот. Если у него недостаточно, недостаточно ресурсов для того, чтобы самому вырабатывать то, как он относится конкретно к тому, что происходит. Понимаете, да? Такая вот история. Если вам больно, если вам тяжело, то можете обратиться, обратиться к психологу, да, мы поможем вам прожить ваши чувства. Всего вам самого доброго, удачи, буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Продолжение следует...